Сегодня изделия ручной работы стали чем-то вроде талисманов для души, а выставки и презентации местных рукодельниц – настоящим кладезем оригинальных подарков. Более того, плодотворчество наших мастериц прекрасно подходит под определение «сувенир». Поэтому гости из-за рубежа редко уезжают на родину, не прикупив милую куклу из соломки или зайца сшитого из лоскутов разноцветной ткани. Указом президента Республики Беларусь о некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности номер 225 от 16 мая 2005 года определен перечень видов ремесленной деятельности, которые физические лица вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования. И следует признать, он весьма обширен. Сегодня ремесленная деятельность постепенно утрачивает статус необычного хобби и превращается в прозаичный источник дохода, а значит облагается налогом. Для данной категории граждан законодательством предусмотрен особый режим налогообложения – сбор за осуществление ремесленной деятельности, взимаемый в размере одной базовой величины в календарный год, определяемый на момент его уплаты. В настоящее время это 150 тысяч рублей. Уплата сбора за каждый последующий календарный год производится не позднее 28 числа последнего месяца текущего календарного года, в котором осуществляется ремесленная деятельность. Гражданин, изъявивший желание заниматься ремеслом, должен предварительно подать в налоговый орган уведомление и уплатить установленную сумму сбора. Она, в свою очередь, не зависит от количества осуществляемых видов деятельности. Поэтому, если вы мастер на все руки и желаете подзаработать, ремесленничество – ваш вариант, которое не только позволит заниматься любимым делом, но и станет подспорьем вашего капитала. Продолжение следует...